За последние годы в Краснодарском крае были благоустроены свыше тысячи парков и скверов. Эта работа значительно улучшила комфортность жизни кубанцев, изменила к лучшему облик городов и сельских поселений. Свой весомый вклад в улучшение благоустройства вносят и жители Кубани, а также предприниматели. В этом еще раз мы могли убедиться, побывав на награждении участников, призеров и победителей конкурса «Самая благоустроенная территория Славянского района». Этот конкурс уже стал традиционным в нашем муниципалитете. Славянцы, украшающие по мере возможностей свой дом и окружающую территорию, не только делают жизнь более обустроенной и благополучной, но и радуют всех окружающих, поднимают им настроение. Глава Славянского района Роман Синеговский высоко оценил трудолюбие участников конкурса и сердечно поблагодарил их за неравнодушие. Многое у нас получается. Мы порой занимаем призовые места, в целом на уровне края. И хотел бы сказать спасибо вам за то, что вы заявились. Мы будем популяризировать в целом и конкурсы, и вот те территории, которые красивые. Приятно, когда едешь по городу в целом. И уже профессиональная, наверное, привычка наша. Видно, приятно, когда, допустим, стоит красивый магазин и чистится парковка, потому что, ну, вы же понимаете, сколько у нас сегодня объектов торговли. 42 заявки по трем номинациям «Лучший благоустроенный двор», «Лучший подъезд» и «Лучшая благоустроенная территория предприятия, учреждения, организации» поступили в оргкомитет конкурса в нынешнем году. Самыми активными были жители Коржевского, Рисового и Анастасиевского сельских поселений. После вручения благодарностей за активное участие в конкурсе были награждены призеры и победители. Первое место в номинации «Лучший благоустроенный двор» завоевала Елена Гресь из станицы Анастасиевской. Для нее эта победа стала приятной неожиданностью. Я не ожидала, что стану победителем в таком конкурсе. Мне очень приятно, что оценили мои труды. Я очень люблю цветы, все стараюсь сделать для этого. Я благодарна всем, кто оценил мой труд. Я очень рада и мне очень нравится, что когда мимо моего дома проходят дети, люди все останавливаются, смотрят, любуются. Председателю товарищества собственников жилья «Набережная-32» из поселка Забойского Галиня Ищенко не впервые принимать поздравления за победу в номинации «Лучший благоустроенный подъезд». Победа в конкурсе – это плод коллективного труда всех жителей подъезда. Главное, трудно было, может быть, начать, а потом уже поддерживать люди все сознательные, добрые, чувственные. И это место, где мы живем. Конечно, каждому хочется жить в красивом, хорошем месте. Поэтому стараемся, поддерживаем как можем и улучшаем что-то с каждым годом, придумываем что-то новое каждый раз. Но пока получается. В номинации «Лучшая благоустроенная территория предприятий, учреждения, организации» первое место по праву завоевало кафе «Пончики» из Славянска на Кубани. Мы очень стараемся, чтобы у нас было очень красиво. И очень рады, что администрация оценила наш труд. И будем стараться, чтобы у нас было с каждым годом все лучше и лучше. В благоустройстве города, станиц, поселков и хуторов принимают участие заинтересованные, любящие свою малую родину люди. Они демонстрируют всем окружающим, что создать образцовый порядок там, где ты живешь или работаешь, не так трудно. Главное, чтобы было горячее желание сделать это. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Игорь Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».